Музыка Вы смотрите новости Анапы. В студии для вас работает Ольга Шмак. Здравствуйте! Главные выпуски. Основное направление у нас всегда было это выращивание цветочной рассады именно для городской, для городских клумб. Море цветов. В теплицах зеленстроя подрастают 300 тысяч летников. Ощущения хорошие. Стоители очень хороши. Чувствуем себя как дома. Анапа рада гостям. В городе-курорте начали тренировки юные спортсмены из Донбасса. Данная композиция выражает нашу твердую, непоколебимую гражданскую позицию. Своих не бросаем. К всероссийскому движению присоединились сотрудники Анапского НЭСКО. По поручению губернатора Кубани в регионе разработают план действий по смягчению последствий санкций. Накануне Вениамин Кондратьев провел заседание комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Об основных решениях в нашем сюжете. Сохранить предприятия и рабочие места – главная задача, которую поставил губернатор. Для этого кубанскому бизнесу будет оказана дополнительная поддержка. В полном объеме будут реализованы и все социальные гарантии. Сейчас в Краснодарском крае ситуация стабильная, но, по словам Вениамина Кондратьева, нужно быть готовым к любому развитию событий. У нас есть опыт, у нас есть профессионализм. До 15 марта подготовим план действий, который нам позволит не просто смягчить последствия санкций, а вернуть их еще в свою пользу. И я уверен, что только с планами подготовить сможем. Сможем план поддержки, понятно, и жителей малого, среднего бизнеса, и в целом экономики региона. Но это будет план не только поддержки, это будет план развития. Еще раз подчеркиваю, план развития в новых экономических условиях. И вот так мы должны справиться на ситуацию. Санкции, по мнению губернатора, – это возможность развивать свои производства, занимать освободившиеся после ухода западных компаний ниши и осваивать новые направления. Мы тоже должны сегодня принять меры, которые позволят и жителям края пережить этот период санкционный, и бизнесу тоже продолжить работать, сохранить рабочие места, ну и, конечно, не растеряться. А в первую очередь, наверное, занять те ниши, которые освобождаются от иностранного бизнеса, который заявил об уходе с российского рынка. Мы должны занять нашими, еще раз подчеркиваю, и сельхозпредприятиями, предприятиями переработки, и в том числе предприятиями промышленности. И у нас сегодня есть для этого все возможности. Для промышленников решено создать горячую линию. Это поможет оперативно и предметно оказывать поддержку и корректировать антикризисную программу. И есть уже первые решения. Вениамин Кондратьев поручил проработать возможность предоставления предприятиям края от срочки по всем налоговым платежам до 1 июля. Сохранят и льготные условия предоставления займов из краевого фонда микрофинансирования под 6,5% годовых. Мы продолжим поддержку предприятий на региональном уровне через фонд микрофинансирования, через фонд развития промышленности. Мы уже приняли меры. Напомню, что мы в феврале увеличили и докапитализировали решением о внесении изменений в краевой бюджет на 1 миллиард рублей фонд развития промышленности. Мы планировали этот миллиард направить во втором полугодии этого года. Но с учетом потребностей готовы уже в ближайшие буквально 2 недели этот 1 миллиард рублей уже направить в фонд развития промышленности для того, чтобы он начал работать на экономику края, на поддержку промышленных предприятий. Под особым контролем – продовольственная безопасность. Сегодня на Кубани есть запасы продуктов, и о каком-либо дефиците говорить не приходится. Самое пристальное внимание власти уделяют и ценообразованию. На системной ежедневной основе мониторим цены. Департамент потребительской сферы в своей части вместе с муниципалитетами сосредоточены именно на тех ценах жизненно важных, особенно продуктов, питания, которые необходимы не только с точки зрения их минимальной наценки, но и самое главное, то, о чем мы говорили, наличие их в торговых сетях. Я специально на этом заостряю внимание, потому что мы должны мониторить не только цену, но и наличие товара на полке. Это самое главное на сегодняшний день. Губернатор потребовал взять на контроль ситуацию с необоснованным повышением цен. Спекуляции здесь недопустимы. О любых нарушениях региональные власти будут сообщать в антимонопольную службу и прокуратуру. Сегодня главное не только принять максимально эффективный план действий, но и контролировать его исполнение. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа. Впрочем, анапские предприятия готовы к переменам. Яркий пример – зеленстрой. Сейчас они не смогут закупать сеянцы за границей, но площадь теплиц позволяет выращивать цветы из отечественных семян прямо в питомнике. Сейчас здесь подрастают 300 тысяч летников. Перед началом курортного сезона бегонии, бархатцы, петунии и колиусы будут готовы к переезду на городские клумбы. Предприятие участвует в конкурсе на озеленение Анапы. В случае победы здесь есть все необходимое, чтобы грядущей весной и летом сделать курорт еще красивее и привлекательнее. В этом убедилась наша съемочная группа. Пока за окном минусовая температура, в этих теплицах всегда поддерживаются комфортные условия для сеянцев – плюс 20. Малюткам всего месяц. Сейчас в них трудно узнать цветы, но уже через несколько недель они превратятся в ярких красавиц. Бегонии, бархатцы, петунии, колиусы и гацинии – богатство анапского зеленстроя. Именно здесь выращивают цветы для городских клумб. В разгар процесс пикировки. Переселение цветов в жилище побольше. Это сеянцы из кассет перемещаются для дальнейшего доращивания в более больший горшок. А потом она уже у нас подрастает и идет на высадку клумбы. Зеленстрой – одно из старейших предприятий Анапы. На протяжении 80 лет его главным направлением было выращивание цветов и саженцев для улиц и парков курорта. Они принимают участие в муниципальном тендере и в этом году. А в случае победы смогут сразу приступить к работе. Преимущество зеленстроя – собственные теплицы площадью порядка двух гектаров. В этом году мы планировали вырастить порядка 400 тысяч рассады летников. Но из-за сложившейся экономически тяжелой ситуации, а именно возможности привести рассаду сеянцев из-за рубежа, мы планируем вырастить 300 тысяч летников, а именно из семян своими усилиями. Основное направление у нас всегда было – это выращивание цветочной рассады именно для городской, для городских клумб, также для здравниц, ну и, конечно же, на предоставление в розничную торговлю для жителей города Анапы. Пик сезона в тепличном хозяйстве работает полсотни человек, но на одном энтузиазме и физической силе далеко не уедешь. Нужно специальное оборудование. В распоряжении озеленителей целый парк машин – почти четыре десятка. Это поливомойки, тракторы, погрузчики, камазы, а также техника для покоса травы. Отдается предпочтение фронтальным погрузчикам, чем они хороши, что одна единица – это заменяет 10-15 практически рук. Когда идет планировка, допустим, или высадка, он один заменяет вот такое количество людей. К сезону техника вся готова, осенью начинается все это, зимой заканчивается, и весны уже практически весь транспорт готов на линии. Помимо цветочных композиций, зеленстрой высаживает в городе деревья. Хвойные, лиственные, а также декоративные кустарники. Эти саженцы подрастают в отдельном питомнике площадью в 13 гектаров и совсем скоро могут переселиться на улицы курорта. У юных спортсменов из Донбасса начались тренировки в спортивных залах Анапы. Напомним, из зоны спецоперации 45 мальчишек и девчонок вывезли по гуманитарным коридорам, организованным российскими военнослужащими. Самбистов, боксеров и гимнастов разместили в детской здравнице «Жемчужина России». Для занятий им предоставили лучшие залы города-курорта. В составе делегации юных самбистов из Донбасса 19 мальчишек и девчонок в возрасте от 12 до 16 лет. По сути, это сборная ДНР. Они победители первенств и чемпионатов республики. Я занимаюсь 6 лет и из-за этого участвовал в очень многих тунирах. И недавно я участвовал в чемпионате республики и выиграл пелое место, занял. И выполнил мотив кандидата мастера сполта. Второй день уже в Анапе. Как вас здесь встретили? Как вообще ощущения? Ощущения хорошие. Встретили очень хорошо. Вот. Чувствуем себя как дома. Встретили нас прекрасно. Спасибо большое. Добирались тоже хорошо. Нас везде помогали, нас везде встречали, везде направляли. Поэтому никаких проблем не было. Единственным неудобством для юных спортсменов стали частые пересадки по пути в Анапу. Вывозить детей из Донбасса приходилось под непрекращающимся обстрелом украинских нацбатов. Когда уезжала из дома? Как там было? Ну, были военные действия. Но российские военнослужащие четко организовали гуманитарный коридор и обеспечили быстрое и безопасное передвижение транспорта с детьми. А в Анапе обеспечили проживание в одной из лучших детских здравниц – жемчужине России. Залы для тренировок гостей полностью устраивают. Самое главное, что дети смогли возобновить занятия. Трудности с тренировками, занятиями в школах и многим другим у этих мальчишек и девчонок продолжаются уже восемь лет. Все, что происходило на их родине с 2014 года, иначе как геноцидом собственного народа, в Донбассе не называют. Обстрелы мирных жителей со стороны украинских нацистов продолжаются и сейчас. Хорошего ничего не происходило. Ничего радужного тоже нет. Взрывы. Поэтому все, что там происходит, это сейчас идет война. Люди гибнут. Снаряды попадают в школы, в больницы. Поэтому ничего хорошего нет. Зал школы Олимпийского резерва предоставлен спортсменам из Донбасса каждый будний день. Гостям здесь всегда рады. Приехали к нам наши друзья. Мы всегда готовы помочь, предоставить им наши спортивные залы, площадки, стадионы, чтобы они почувствовали себя как дома. Поэтому мы рады их встретить. Я надеюсь, что мы с ними будем проводить совместные тренировки. Кроме совместных занятий спортсменов из Донбасса и Анапы, руководство школы планирует проведение турнира по самбо. Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Сотрудники компании НЭСК поддержали российскую армию. Они присоединились к движению «Своих не бросаем», выразив свою позицию о военной спецоперации на Украине в виде граффити. Рисунок выполнили профессиональные художники из Краснодара. По словам специалистов НЭСКа, всего за сутки арт-объект стал местной достопримечательностью. Прохожие делают на его фоне фотографии и размещают снимки в социальных сетях. Данная композиция выражает нашу твердую, непоколебимую гражданскую позицию, позицию нашего коллектива в поддержку президента Владимира Владимировича Путина, поддержку нашей миротворческой специальной военной операции на Украине, поддержку наших доблестных воинов-победителей. Люди прохожие, некоторые даже останавливаются, делают фотографии, где-то выкладывают в соцсетях. Это все было общими усилиями сделано, потому что все поддерживают нашего президента, действия наших российских войск. Я считаю, это очень даже патриотично, то, что мы за президента, за решение полностью всего. Да, как бы проблема есть. Ну вот, как бы наш ответ. Мы не можем быть там. Мы вот таким образом поддерживаем. Своих не бросаем! В акциях «Своих не бросаем» и «Мы вместе» продолжает участвовать и молодежь Анапы. Сегодня активисты раздавали прохожим на улицах курорта наклейки с символикой движений. Спасибо. Наклейки с символикой акции «Своих не бросаем» и «Мы вместе» сегодня одновременно раздавали в двух местах Анапы – у памятника Трисвичи и на Театральной площади. В нашей акции участвует студенческий совет, молодая гвардия. Мы поддерживаем президента России и наших солдат. В честь этого мы проводим акцию и раздаем наклейки. Патриотическую символику прохожие принимали с благодарностью. Некоторые сразу же наносили наклейки на обратные стороны телефонов и стекла своих машин. Я согласен, что такую акцию надо организовывать и поддерживать наших парней. Поддерживаю молодежь, чтобы участвовали в этой акции. Это наше будущее, наша страна. Даже спрашивали, куда надо повести гуманитарную помощь, чтобы помочь беженцам. То есть очень много всего. Очень хорошие люди. Огромное им спасибо. Сегодняшняя молодежная акция, как и все предыдущие, получит продолжение. Активисты молодой гвардии студенческого совета и волонтеры движения «Мы вместе» уже готовят новые проекты в поддержку российской армии. Алексей Дивейкин, Михаил Попов, Анапа. Регион. Полицейские Анапы пресекли незаконную игровую деятельность. Нелегальное казино находилось на улице Астраханской и работало под видом букмекерской конторы. В помещении оперативники обнаружили и изъяли системные блоки, флеш-карты, жесткие диски, роутеры, мобильные телефоны и другие предметы, а также документы, необходимые для организации и осуществления незаконной игорной деятельности. Опрошенные сотрудники заведения, а также двое игроков, находящихся в зале, подтвердили факт организации и проведения азартных игр. Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. На этом наш выпуск завершен. Смотрите новости на сайте anaparegion.ru или на наших страницах в социальных сетях. Сейчас на канал нашей творческой группы можно подписаться и в Телеграме, если ввести в поиски новости Анапы. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Субтитры создавал DimaTorzok